Всем привет! Вы на канале Мир за стеклом. И сегодня я хотела бы поговорить о кальции. Кальций это тот продукт, который является неотъемлемой частью рациона любой улитки. Именно благодаря ему улитка имеет такой шикарнейший домик. Он правильно растет, он прочный, достаточно красивый. В принципе, я не знаю ни одного улитковода, у которого бы в доме не было кальция. Но у новичков возникают с ним некоторые проблемы. Некоторые путают его с белковыми добавками и сыпят улитке на еду буквально чайную ложечку раз в неделю, а некоторые и того меньше. Но для хорошей ракушки, для полноценной жизни улитки кальций должен находиться в постоянном доступе. Рекомендуют давать кальций хотя бы из трех разных источников. В моем случае я тоже мешаю все по минимуму, но даю им их свободный доступ. То есть у меня у каждого контейнера стоят мисочки, в которых насыпан кальций. По мере проедания я его добавляю. Давайте разберемся, из чего конкретно я делаю свою кальциевую смесь. Первый пакетик, который вы видите, визуально похож на неочищенную муку. На самом деле это скорлупа от яиц, от обычных сырых яиц, хорошо вымытых и перемолотых в кофемолке. Поскольку кофемолки нет, мне приходится заказывать вот такую вот бяку. Он весьма мелкий, как вы видите, оставляет сразу белый налет на руках. Но, в принципе, является неотъемлемой частью моей кальцесмеси. Мешаю я всегда ее разово, то есть сразу намешала и в тот же день отдала. Стараюсь не задерживать его уже в смешанном виде. Обычно он у меня хранится по разным пакетикам. Итак, для начала я в ведерко насыпаю 4 столовые ложки яичной скорлупы. Занятие это весьма пыльное, так что не обессудьте, если на экране у вас будут появляться какие-то пятна. Итак, с яичной скорлупой мы на сегодня закончили. Убираем ее от греха подальше. Далее, также неотъемлемой частью кальцесмеси у меня является кормовой мел. Вот приехал он ко мне в таком пакетике. Кто смотрел мои предыдущие видео, видели распаковку с этим мелом. Также, вот мел, тоже весьма миленький, хорошенький такой. Тоже весьма полезная штука. Его я насыпаю также 4 ложки. Можно с горкой, можно без. Смотрите сами, какая у вас емкость и в каких пропорциях вы будете это мешать. Как я с вами говорила, даже не считала ложки, но будем надеяться, тут их 4. Кормовой мел не столь рассыпчатый, поэтому можно его оставить здесь. Далее, я все это дело тщательно перемешиваю. Пыль идет столбом, конечно. Но от этого никуда не деться. Кстати, влажные кольца и улитки не особо хотят есть. Поэтому приходится это все перемешивать в чистом сухом виде. И дышать вот такой вот какой. Ну, чего не сделаешь ради любимых зверушек. Так, вот смесь готовая. Ну, как вы помните, я раньше говорила о минимальном количестве компонентов. А именно о трех компонентах. Третьим компонентом у меня является костная мука. Он тоже приехал вот в такой упаковочке. Сейчас, я думаю, вам будет видно. Вот она. Это мука добавляется в корм домашним животным. Животным для укрепления костей. Ну, это вот такой вот сероватый вид. Ну, в принципе, кости, они и в Африке кости. С этой добавкой надо быть аккуратными. Поскольку она является также животным белком. Поэтому на всю свою смесь я добавляю где-то в районе двух ложек без горки. Ну, и все это дело, конечно же, перемешивается. То есть, в итоге у нас должен получиться светло-серенький такой кальций. Перемешиваем тщательно. Добавляем все компоненты смешались. Над ней сделать это проблемнее всего, конечно. Но вы постарайтесь. Вот, приблизительно так выглядит моя кальций-смесь. Дается она улиткам в свободном доступе. Ну, и по мере проедания добавляется. Малышам я такую смесь не даю. Где-то до двух-трех месяцев они меня грызут сепию. И получают яичную скорлупу и кормовой мел. Во избежание всяких проблем по здоровью, я стараюсь не добавлять костную муку маленьким улетятам. В принципе, это все, что я хотела вам рассказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok